Находится бороться с условиями глобального мира, условиями конкурентной среды за каждую рубль, что инвестиций. Иностранцы в первую очередь, через то, что в этой борьбе в масштабах Российской Федерации побеждает Москва. Вы правильно отметили, что примерно половина всех инвестиций в Российской Федерации находится на город Москва. А еще примерно 25%... Ну, организации зарегистрированы в Москве, и все. Потом они могут разойтись, Москва своего рода хабом является для инвестиций. Еще 25% это Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Торстан. И получается, что вся Россия получает примерно 25%. Теперь по тем проектам, которые являются наиболее капиталайонными. Я думаю, примерно в районе стоят и объекты жильщиков и унобного хозяйства, и дорожных хозяйств. Люблю этот пример. Сеть автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации составляет примерно полпиллиона километров. Но она еще не сформирована. Для того, чтобы сформировать опору на сети автомобильных дорог общего пользования, это порядка миллиона километров дорог, которые необходимо построить. То, что касается СССР ЖКХ. Неоднократно на экспертном уровне мы озвучили цифру, что общая потребность инвестиций превышает 9 миллионов рублей. Еще у нас складывается. Самая большая составляющая – это жилой фонд. Тот самый жилой фонд, который необходимо не только драмативно содержать, но и ремонтировать. Если говорить о других направлениях, то это порядка 360 миллиардов необходимо привлечь на капитальный ремонт реконструкции котельных. 300 миллиардов рублей – трансформаторная подстанция. 511 миллиардов – очистительные сооружения. 724 миллиардов рублей – электрический сеть. Очень важный момент в связи с тем, что мы считаем, что все условия для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство не сформированы. Сначала скажу пару слов о ситуации в целом, привлечения инвестиций в жилищно-коммуне. Вот 2-процентный рост в ОВП – много или мало? Нам кажется, мало, потому что мы привыкли к другим темпам. Но на фоне европейского роста это очень неплохо показательно. Второе мнение – стабильная налоговая система. Я скажу, что налоговые правоотношения не менялись в нашей стране с момента обстоятельства действия на вот же кодекс. И если взять налоговые режимы, упрощенка, миньонка, в 1-е наряду будущего года мы вводим патентную систему, обычный режим налогового обложения. Я скажу, что есть право выбирать в хозяйственных субъектах тот налоговый режим, в этом наиболее комфортно. Еще один вопрос – это, конечно же, величина подохода у налога. Плоская фиксированная ставка – 13% подохода на уровень. Чрезвычайно важно предоставить психологический вариант, что в России не только можно сгладывать, совсем выгодно сгладывать, а по форме доходности, я скажу, что даже в масштабах Москвы в условиях жесточайшей конкуренции количество инвесторов перерастает 5 года в год. Это те условия, которые формируют, конечно, правительство города. Поэтому благоприятный инвестиционный климат в России мы часто определяем в себя как благополучную гавой. За период 1991 года было принято 158 федеральных законов и 244 подзаконных актов, регулирующих отношения к сфере влечаторного налогового хозяйства. Я бы чтобы честно, просто не применить их невозможно, не прочесть в таком отделе. Систематизировали, отказались от всего лишнего. Вторая задача заключалась в том, чтобы сделать знятный тариф выбор и выжить в режим трехлетних, пятилетних экономически обоснованных тарифов по теплооснабжению, водоснабжению, водовведению. Третье направление – это, конечно же, отношение к собственности. Так получилось, что мы активно эксплуатировали коммунальные системы, но право собственности на теплотрассы, водопроводы, котельные не было зарегистрировано. Так же, как и на земельные участки под ними. Эта проблема сегодня решается. Меры государства поддерживают, потому что в любом случае, в государственных проектах, крупнейшим инвесторам всегда выступает государство. Вот таких мер более чем достаточно. У нас работает госпрограмма доступной комфортной приемы, есть федеральная цивная программа «Чистая вода», программа «Сельско-устойчивость», непрограммная часть, фонд «Содействие реформирования ЖКХ» и все эти инструменты направлены на то, чтобы поддержать хозяйственные инвесторы, которые приходят в возраст ЖКХ. Думаю, что в течение ближайших двух-трех лет мы не активизированы, но условия очень сильно изменятся в лучшую сторону, и мы наконец-то добьемся тех самых инвесторов. Еще одна цифра, которую я не хотела бы сказать. Анализировали 2012 год, примерно 8% под своих оборотов предприятия коммунального хозяйства сами инвестируют в коммунальную инфраструктуру. Это составляет почти 310 миллиардов рублей. Инвестиционный процесс в области ЖКХ, он очень отличается от другого-другого инвестиционного процесса. Что мы делаем в судебные федерации? Это зависит от России. Взяли 11 лучших судебных федераций, которые умеют, проникают, принялись к члену, и мы, вовремя, отечественные остальные, прогнозировали их, подготовили и создали стандарт инвестиционной пенсии. Продолжили все субъективные федерации ознакомиться с таким стандартом. 38 регионов России его поддержали. В течение следующего года, я думаю, что такой стандарт будет принят в силе субъективных федераций. Но надо понимать, что инвестиционные подходы, в принципе, сочинения инвестиций в Татарстане, в Ульяновске, в Москве, они носят уникальный характер. И повторить опыт Ульяновска, в Ульяновске, не разумеется. В отношении женщинно-коммунального хозяйства мы с торговым правильством. Стабильное законодательство, ни одна тарифная политика, четкое понимание отношения к собственности, меры государственной поддержки. Самое главное, что в этом сегодня были мои коллеги и Катерин Сергея Николаевича, в зависимости от того, что качество обработки инвестиционных проектов остается очень низким. Это часто напоминает не лицонный проект, полный, в смысле, пословный, а некий хотелный связанный с помещением инвестиций. Вот, с этим надо будет бороться с окружением уровень и качество инвестиционных проектов. 50% инвестиций находится на городе Москвы, еще 25% на общий ускорбок субъектов и субъектов. Я думаю, что Москва надеется другими субъектовами. Делится инвесторами при полномочии федерального бюджета и города Москвы. А особенно при полномочии федерального бюджета 16 миллионов рублей. Примерно такая же структура года в Москве 1,6 миллионов рублей. Задача соцсетов в том, чтобы перенимать положительный опыт в Москве и создавать условия законодательного свойства для того, чтобы у Москвы было проще, например, инвестиции, развивать транспорт, конструктуру, дорожные хозяйства и так далее. О бревом финансовом части речь происходит не только в части формирования объектов метров и центральной, как сегодня, автомобильной дороги. Дело в том, что Москва – это колоссальный распределительный путь. Примерно 30% товаров, грузов, которые следуют по международным транспортным территорам, 2-й паневропейский транспортный территор, 9-й паневропейский транспортный территор, Европа, Запад и Китай, они проходят через этот самый московский транспортный груз. И серьезным приконом на пути развития инвестиций является транспортные ограничения. Они сокращают ГВП, увеличивают скорость движения товаров, работ и грузов. И вот над этим надо будет бороться в Москве с участием и при помощи федерального бюджета. Только в рамках инфраструктурных проектов. Экология, наверное, для качества жизни, это необходимость для комфортного и безопасного существования нас и наших детей. Но мой опыт показывает, что экология всегда делая запратная. И такие расходы мы отнесли всем уровнем бюджетной системы, в том числе бюджету города Москвы. На экологию надо тратить оружие деньги. Крытый рынок – это всегда конкурентная среда. Это означает, что это хорошо для товаров, продуктов и служб, хорошо для хозяйственных объектов. Это еще и способ интеграции. Это путь специализацию, экономичную специализацию регионов и целых мега-регионов. Я считаю, что в итоге это хорошо. Другой вопрос, что нам необходимы программы, направленные в поддержку национального товарообразователя. Есть такое ругательное слово, и буду его упоминать. Но две вещи. Конкурентная среда – поддержка экспорта, поддержка национального товарообразования. Ведь колоссальное экипортозамещение произошло по всем группам товаров. По продовольству товаров, по легкой промышленности, по машиностроению и так далее. Это не здорово для национальной экономики. И с формой экономики. Экономика страны живет, а страна развивается, пока дырятся трубы, заводов и фабрики. Вот такие заводы и фабрики нам необходимы даже в условиях глобальной лоббированной инфекции.